Некоторые характеристики респондентов, то мы можем здесь выставить галочки, но это имеет смысл делать только, когда вы уверены в полученной модели. На промежуточных стадиях этого делать не надо, поэтому я пока что закрываю. И, наконец, мы должны выбрать Selection Variable для того, чтобы проверить, насколько качественна наша модель, в смысле переноса ее на другие выборки, а не на ту, на которую она и получена, или с той, на которой она и получена. В базе данных, с которой мы работаем, есть переменная RAND, ну их целых 6. То есть я выбираю первую, переношу ее сюда и определяю, что обучающей будет первая подвыборка. То есть вероятностным образом выборка, поскольку она большая, разделена на две части. Одна закодирована единичкой, другая нулем. Строить модель я буду на единичной подвыборке, проверять на нулевой. Нажимаю Paste или ОК. Поручаю синтекс, с которым можно ознакомиться на соответствующей странице на моем сайте в ксервиском файле Discream Analyze на листе Bootstrap 1000, пол, то есть половина WS выборочной совокупности. Вот здесь в столбце W находится синтекс. Качественную модель мы получим не сразу, а только после 8 запусков алгоритма и 3 запусков Bootstrap. Об этом мы поговорим позже, а сейчас рассмотрим, собственно говоря, итоговую модель, которая является качественной. Синтекс последней модели представлен в ксервиском файле в самом низу. Вот он, дальше я только кросс-тап. Я запускаю именно этот синтекс и получаю следующий результат. Вот они в Output, и я их перенес в Excel. Тот же самый Excel, на ту же страницу, о которой говорил только что. В модели хватило одной объясняющей функции, поэтому в таблице 1Value стоит только одна функция. И дальше на ней фигурирует. В этом отношении есть некоторые сходства с факторным анализом. В нашем случае для объяснения вариации хватило одной функции. Смотрим последний столбик. 0,68. Неплохой показатель. изменяется от нуля до единицы. Чем ближе к нулю, тем лучше. Лямда Уикса показывает, насколько в среднем...